Людмила Ивановна собиралась за хлебом и почувствовала в квартире запах гари. Когда она вышла в подъезд, увидела, что он затянут дымом. Уже дышать нечем. Ну и вот и так вот вышла на улицу. Говорит, что такое, что такое. В подвале горит. Ну, пожарку вызвали. Вот они приехали. Они говорят, у вас там запламлено в подвале. Миленькая, я живу здесь 6 лет. 6 лет живу здесь. Я в этом подвале никогда не была. Тут, говорят, раньше курили и пили, и ночевали. Я там ни разу не была. Возгорание произошло в подвальном помещении, которое было захламлено мусором. Именно он и загорелся, так сообщают пожарные. Однако причина пока будет устанавливаться. На место прибыли несколько пожарных машин, в том числе с автолестницей, скорая и служба газа. Ведь опасность состояла в том, что дом подключен к газоснабжению. Убедившись, что угрозы взрыва нет, спецтехника разъехалась. Один пожарный расчет остался проливать подвал. Он действительно превратился в склад для мусора. Как бытового, так и строительного. Бутылки, коробки и доски. Все это при пожаре вызвало сильную задымленность. Огнеборцам пришлось работать, используя средства защиты органов дыхания. Люди, в свою очередь, очень своевременно и самостоятельно эвакуировались вместе с усатыми и пернатыми домочадцами. Сказали эвакуироваться, вот мы все и эвакуировались. То есть вы не заметили это пожарные с нами? Вместе с животными. Нет, я на балконе стояла, это все наблюдала. Как тут что происходило? Сказали спасаться, мы спасались. Что взяли с собой? Самое важное – документы, деньги и животные. Достаточно быстро всем разрешили вернуться в квартиры. Однако опасения, что это может повториться, остались. Ведь загорания мусора в подвалах случаются достаточно часто. Это очень большая проблема, которая в данном случае чуть не привела к трагедии.